Поясничная мышца, всем нам хорошо известная, также известная как поясничная, подвздошная, потому что есть еще кусочек этой мышцы, это подвздошный косточек, он начинается. И это, как мы все с вами знаем, единственная мышца, которая соединяет позвоночник с бедром и очень огромная у него функция, она ногу каким-то образом двигает. Вот каким образом она ее двигает, разберемся, что происходит, когда она двигать ее правильно перестает. Начинается она с поясничного отдела позвоночника, очень мощная мышца, вот такая вот крупная, вот здесь вот сбоку она идет, продолжается вот сюда, вот к этому бугорку на бедренной кости она прикрепляется. И основная ее функция, это именно движение ноги при стабилизированной пояснице. То есть относительно, она может двигать при неподвижной пояснице ногу, и это может при участвовании тоже каким-то образом небольшими движениями, когда нога на месте, она тоже может как бы участвовать в наклоне, как бы подтягивать поясницу к ноге. В общем, при своем сокращении два вот этих мест крепления, они сближаются, либо нога подтянется сюда, либо верхняя часть туловища подтянется сюда. Но это движение, в этом движении она менее участвует. Основная ее функция, это все-таки ногу поднимать, подтягивать. Основной способ тестирования этой мышцы, который применяется в кинезиологии, все, как мы с вами знаем, это способ тестирования, есть лежа, есть сидя, но чаще всего используются сидя, лежа. То есть человек лежит на спине, нога, она разворачивается под определенным углом, то есть вот на нее давит. Но смысл в том, что тестируется эта мышца вот здесь вот, то есть вот здесь, когда нога у меня находится вот в этом положении, когда она впереди. Сидя ее тоже тестирует, то есть человек сидит тоже, силу ее измеряют здесь же, когда она впереди. Основная функция мышцы, работать не когда нога впереди уже оказалась. То есть когда нога вот здесь вот впереди, не нужна работа этой мышцы. Основная работа этой мышцы, подтягивать ногу в момент, когда она осталась сзади. То есть во время шага возникает такой момент, когда вот у вас была нога, она сначала впереди, и вы ее перешагиваете. Вот вы ногу перешагнули вот здесь вот. И вот в этот момент вот эта функция сейчас поясничной мышцы, вот она начинает ее оттуда забирать, как бы подтягивать, потом она выносится вперед. Если этого не происходит, то нога как бы повисает вот здесь вот сзади. Если эта мышца не справляется, она не удерживает ногу в нужном положении, то происходит избыточное вот это вот движение ноги назад, и нога оказывается далеко за пределами головы. Вот голова, вот она. То есть во время шага функция этой мышцы не дать вот этой ноге повиснуть сзади. То есть нельзя, чтобы во время шага она у вас вот так вот волочилась вот там за вами. То есть поясничная мышца, она не дает ноге слишком избыточно сзади там оказаться. То есть она останавливает ее, начинает выносить вперед. Все остальное уже делает следующая мышца. Если это формируется, если нога провисает сзади, то в каждом шаге возникает вот такой момент. То есть таз, он тянется туда за ногой. Вот этот избыточный прогиб возникает. Через какое-то время, чтобы постоянно не делать вот этого движения, таз фиксируется в этом положении. И уже весь остальной позвоночник, ему приходится постоянно находиться в положении разгибания, чтобы не наклониться вперед. То есть из-за вот этого движения таза, которое сформировалось из-за того, что нога избыточно далеко уходит назад, приходится спину все время держать избыточно выпрямленной, напряженной, чтобы не завалиться вперед. Потому что каждый шаг вперед формирует еще больше вот этот вот поворот таза, который вызывает движение верхней части тоже вперед. И чтобы этому движению как бы противодействовать, потому что таз наклонился вперед, теперь из-за этого голова тоже она будет стремиться вперед. Но чтобы голова осталась по центру, приходится максимально сильно использовать все мышцы, которые вот здесь вот сзади находятся, вплоть до сведения лопаток вот здесь вот. То есть приходится очень большую работу выполнять по поддержанию равновесия. Это, конечно же, травмирует и сами мышцы, и поясничный отдел позвоночника, потому что вот в таком положении таза он уже не может двигаться во время шага вот в такой плоскости. То есть когда он в своем естественном положении таза, его движение вместе с ногами вот такие. Когда он находится вот в таком положении, он тоже двигается так же, но уже, видите, угол движения другой. И вот это возникает в момент, то есть при нормальном шаге, вот это движение, вот он повернулся, вот нога вышла вперед. Вот с другой стороны, вот он повернулся, вот нога вышла вперед. И это возникает в каждом шаге. Если он в таком положении находится, то во время движения он начинает двигаться немножко не так, как должен. То есть во время приземления раз он провалился, во время другого приземления раз он провалился. То есть траектория его движения остается такой же, но из-за того, что сам он находится под другим углом, двигается уже так, а не так. И это формирует уже разрушение вот этих дисков. То есть грыжа диска, которую все хотят лечить, все хотят избежать, она формируется вот из-за неполноценной работы вот этой мышцы. Почему во время теста, сам тест, он, как сказать, не отражает действительность, он, смысл нет в этом тесте проверять, как вот здесь вот она работает. Потому что здесь она может работать хорошо. То есть зачем нужно тестировать мышцу в положении, где она уже сделала свою работу. То есть это положение максимального усилия. Тестировать мышцу нужно в движении, нужно тестировать не как она статически вот здесь усилием прилагает, а нужно смотреть, работает ли вот это. Основная функция мышцы это не вот это движение делать. То есть лежа на спине, да, вот так много поднимать. Как часто это движение вообще делаете? Основная работа мышцы – ногу проносить, таз удерживать. И нужно укреплять ее в этих движениях, а не в этих движениях. То же самое касается других тестов. Тест дельтовидной мышцы, например. Какой смысл в тесте дельтовидной мышцы здесь, если дельтовидная мышца выполняет вот эту работу? То есть работу дельтовидной мышцы нужно проверять, как она выполняет свою работу, именно движение как делает. Начиная с этой точки, заканчивая этой точкой. И надо смотреть на само движение, а не на то, выдерживает ли давление вот в этом крайнем положении. И нужно смотреть не только на то, как двигается рука, а на то, в каком положении, например, находится в этот момент другое плечо. Потому что тест я могу пройти, усиливая движение рукой вот этим движением. То есть большее значение имеет не то, выдерживает ли статическое какое-то давление там рука или нога, а то, как это все происходит в динамике движения. Потому что не всегда в мышечных тестах он отражает действительность. И практически никогда не отражает действительность, а не всегда. task, а informs здесь. Я выдерживаю два compartа Closejeа сел Do 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 We